Статуя Фатимской Божьей Матери Статуя Фатимской Божьей Матери паломничает на Сахалине впервые. Еще несколько лет назад на весь остров был всего один корейский приход в Южно-Сахалинске. Зато в последнее время, благодаря миссионерским стараниям отца Ярослава Вишневского, приходы на Сахалине растут как грибы. И Пресвятая Дева Мария благословляет все его начинания. Анива широко известна большим пляжем на берегу Охотского моря. В городе недавно закончилось строительство новой католической церкви. Замечательно, что первое богослужение в храме состоялось в день Успения Пресвятой Богородицы в присутствии Фатимской статуи. Отец Ярослав считает, что это большая честь для прихода и награда труженикам строительства. Впервые молимся здесь. Но если работа – это молитва, то молитесь здесь много. Анивский приход – единая семья. И не в переносном, а в буквальном смысле. Не так давно сюда из Сибири переселились взрослые дети из многодетной семьи украинских ссыльных. Вот это Франциск, это Жасынита, а это Луция. И все мы сейчас понимаем, что такое фатимская Богородица. Каждый получает из рук Марии розарий. Я думаю, ничего страшного, если кто-то поцелует головку или ручки, или даже ножки. Колмск выполняет для острова важную роль. Через этот порт люди добираются до Сахалино-Японским морем. Здесь, в присутствии статуи паломницы Пресвятой Девы Марии, отец Ярослав уделяет тайство крещения для прихожан больших и маленьких. А вот город Корсаков. Богородица благословляет прихожан и эту часовню в обычном многоэтажном доме. Ее образ здесь почитают. На стене висит икона Матери Божьей Даяхарской, так любимая на Сахалине. Тойохара – это прежнее название Южно-Сахалинска в бытности его японским городом. Сегодня здесь гостит статуя Фатимской Божьей Матери. Происходит событие вселенского масштаба. Освящение нового храма в ее честь – храма Успения Пресвятой Богородицы. Помоги нам силой святого духа победить всякий грех. Пусть в твоем непорочном сердце откроется для всех свят надежды. Под твою защиту. Привираем святая Богородица. В небесные желания наши.